Трасса для велосипедистов имеет форму треугольника, два угла которых равны 50 и 100 градусов. Меньшую сторону этого треугольника один из велосипедистов проезжает за один час. За какое время он проедет всю трассу? Ответ представьте в часах с точностью до десятых. Для начала сделаем рисунок, запишем данную. Угол БАЦ равен 50 градусов. Угол АБЦ 100 градусов. Время Т1 равно одному часу. Найти общее время. Т общее неизвестно. Для решения нам необходимы теоремы синуса. Соотношения сторон треугольников на синус, противлежащий для них углов равны. То есть, сторона А так относится к синусу, противлежащий для нее угла, на синус угла Альфа, как сторона Б, деленная на синус, противлежащий для нее угла, на синус угла БЭТА. Все это равняется стороне С, деленной на синус, противлежащий для нее угла, на синус угла ГАММА. Все это равняется двум радиусам описанного окружности вокруг этого треугольника. Теорему синусов необходимо знать. Также для решения нам необходима формула перемещения. Перемещение С равняется произведению скорости на время Т. Эти формулы необходимо знать. Общее время движения нашего велосипедиста равно сумме времен. Время Т1 для первой стороны, время Т2 для второй стороны и плюс время Т3 для третьей стороны. Для удобства решения введем переменную. Пусть скорость велосипедиста будет равна х. Теперь рассмотрим треугольник АВС и воспользуемся свойством. Сумма углов треугольника равна 180 градусам. Тогда у нас получается угол А плюс угол В плюс угол С. В сумме дает 180 градусов. Выразим отсюда третий угол треугольника. Тогда угол С будет равняться 180 градусов минус угол А и минус угол В. Подставим сюда наши данные. Тогда у нас получается 180 градусов минус угол А. Угол А это 50 градусов. Минус угол В. Угол В 100 градусов. Посчитав, получаем, что угол С равен 30 градусов. По условию сказано, что меньшее из сторон треугольников он проезжает за 1 час. Следовательно, сторона АВ это минимальное время или минимальная длина. Рассмотрим сторону АВ. Перемещение АВ для нашего велосипедиста будет равняться произведению скорости на минимальное время умноженное на Т1. Преобразуем. Подставим сюда наши данные. Скорость мы обозначили через х. Время равно 1. Рассмотрим сторону ВС. Сторона ВС будет равняться скорость велосипедиста умножить на 2. Время – на Т2. Преобразуем. Получается х умножить на Т2. И сторону АС он проедет следующим образом. Скорость В умножить на время Т3. Подставив сюда наши данные, мы получаем, что сторона АС будет равняться х умножить на Т3. Рассмотрим треугольник АВС и напишем теорему синусов. Тогда у нас получается. Сторона ВС так относится к синусу противолежащей длинии угла. На синус угла А все это будет равняться стороне АВ, деленное на синус противолежащих длинии угла. Это угол С. Все это равняется стороне АС. Знаменатель синус противолежащих длинии угла. На синус угла В. Рассмотрим первое равенство и подставим сюда наши данные. Тогда из первого равенства мы получаем вместо стороны bc мы пишем x умноженное на это время t2. Знаменатель синус угла а. Синус угла а это синус 50 градусов. Все это равняется стороне ab. Сторону ab мы ранее получили. Это x. Знаменатель синус против ближайшей длине угла на синус угла c. Угол c по условию равен 30 градусов. Выразим оттуда время t2. Время t2 будет равняться x умноженное на синус 50. Знаменатель x умноженное на синус 30. Заметим, что x мы можем сократить. И тогда у нас получается синус 50 градусов. Знаменатель синус 30 градусов. Синус 30 градусов это табличная причина. Она равна 5 десятых. Синус 50 градусов это не табличная величина. Ее можно получить с помощью таблицы Брадисона или через калькулятор. Посчитав мы получаем, что время t2 будет равняться примерно полтора часа. Теперь рассмотрим второе равенство. И подставим туда наши данные. Тогда со второго мы получим. Сторона АВ равна x знаменатель синус угла c. Это синус 30 градусов. Все это равняется стороне АС. Сторона АС это x умноженное на время t3. Знаменатель синус угла b. Это синус 100 градусов. Выразим отсюда время t3. Время t3 будет равняться x умноженное на синус 100. Знаменатель x умноженное на синус 30. Сократим x. Синус 30 это табличная величина. Она равна 1 2. Синус 100 мы получаем либо по таблице Брадисона, либо через калькулятор. Посчитав мы получаем примерно 2 часа. Найдем t общее. t общее мы ранее написали. Это сумма всех времен. Время t1 нам дали по условию. Это 1 час. Время t2 мы нашли. Это полтора часа. Плюс время t3. Это 2 часа. Посчитав получаем 4,5 часа. Запишем ответ. Время за которое велосипедист проедет всю трассу t общее равно 4,5 часа. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.